Доброе утро! Левицкий Дмитрий в студии Финам.ФМ, программа «Сфера обслуживания». Цирк да и только, как я и говорил, сегодня у нас в эфире. Исключительный случай, исключительный случай в истории нашей программы, когда гость приходит на вторую программу подряд. Это реально было интересно, и те, кто слушал наш прошлый эфир, в гостях у нас был Владимир Вервельский, который занимает сейчас позицию директора по маркетингу Everest.ru. Да, все так? Да, конечно. Владимир, привет еще раз. И, как оказалось, совершенно неожиданно, что у Владимира есть достаточно большой опыт работы в цирке Дюссалей, в головном офисе, правильно я говорю, неправильно, да? И он там провел в Канаде, если я не ошибаюсь, за границей. Сейчас я тебе еще дам слово, ты расскажешь. И получилось так, что здесь в прошлый эфир мы говорили про продажу спортивных товаров, а в перерывах, пока слушатели слушали новости и так далее, мы тут пытали Владимира на предмет его работы, и наши продюсеры действительно ухватились за эту затею. И вот мы и сделали программу про цирк, специально, чтобы поговорить о бизнесе в стиле шоу. Что нам, может быть, в России мешает сделать свой цирк Дюссалей и покорить весь мир, поскольку у нас ведь, ну, цирк для Советского еще Союза, да, это была одна из таких культовых, брендовых вещей, которая вроде как олицетворяла нашу там страну всегда. Вот у нас там самый крутой цирк. Но при этом, ну, честно скажу, я был в последний раз в цирке на Цветном, вот, со старшим сыном, наверное, года два назад, ну, удручающее у меня лично было впечатление о нашем цирке. Ну, про шоу говорить не приходится. Там, да, можно считать, сколько там оборотов вокруг себя делает Акробат, может, он делает их и много там, да, но шоу-то никакого, собственно говоря, не присутствует, и начиная от жестких сидений и заканчивая китайским рынком в фойе, где продаются разные барахло. Ну, какое-то у меня лично было очень трагическое впечатление. Может быть, сейчас уже все по-другому, но вот хочется разобраться, да, что позволяет сделать бизнес действительно в стиле шоу. Вот, дорогие наши радиослушатели, подключаю вас к разговору. Пожалуйста, можете вполне нам звонить, писать и свое мнение высказывать. Телефон нашего эфира 495, код 651099,6. Пожалуйста, звоните в эфир, если вы были в цирке и вам есть что с чем сравнить. Сайт Finam.fm, форум нашей программы, тоже, пожалуйста, подключайтесь. И номер для смс 5533, буква Я, пробел, потом ваше сообщение. Владимир, ну что, давайте тогда вот вспомним о вашем вообще жизненном пути. Как вообще вы попали в цирк Дю Сале и как вы там вообще работали? Ну, живя в Канаде, особенно в Монреале, это мечта любого человека, который знаком с цирком и который именно живет в этом городе. Это мечта работать на эту компанию. А вот центральный офис там находится? Центральный офис находится именно в Монреале. Цирк был основан там. И сам человек, который основал этот цирк Гиле Либерте, он сам тоже с Монреал. Ну, вернее, с Кубека, с французской Канады, можно сказать. И так как я работал в рознице до этого, и у цирка была цель разрасти их нерозничный бизнес, мерчандайзинг, мне пришло предложение помочь им именно разрасти вот эту вот сферу деятельности. Ну, то есть торговлю разными сопутствующими товарами, правильно я понимаю? После того, как я некоторое время проработал на цирк именно в этой сфере, ко мне пошло предложение, чтобы я возглавил отдел корпоративного маркетинга и электронной коммерции. За что, конечно, я взялся. И было очень интересно, конечно. Было интересно работать в этой сфере, в этой атмосфере креативной. Эта атмосфера дает необыкновенное вдохновение. И креативное, и бизнес, и во всех направлениях. Сколько ты проработал в итоге? С цирком я проработал как консультант на протяжении где-то года-полтора, плюс еще год-полтора как полно-черно-рабочий, как-то сказать. Черно-рабочий? Хорошо. Так, ну то есть вот два с половиной, ты там три года сколько-то, да? Да, да. Я пробыл с цирком. Удалось, конечно, сделать очень интересные вещи, побывать в разных странах, общаться с очень интересными людьми, работать над необыкновенными интересными проектами. И все под брендом цирка решили. Я понял. Слушай, ну расскажи вам, вот что такого замечательного-то в нем? Ну, ты так о нем рассказываешь, с таким пиететом, да, что прям там вообще все так круто. Что круто-то там? Ну, цирк, еще раз, что цирк дает? Цирк создает эмоции. Дюсулей, я именно говорю. Он создает эмоции, он создает атмосферу для этих эмоций. Цирк создает шоу. Это не просто цирк, как цирк, скажем, в традиционном его значении. Это цирк, это шоу. Действительно, шоу, это больше как рок-шоу, можно сказать. С элементами цирка. Ага. Вот. В отличие от русского цирка, который очень традиционный цирк, и очень этим славится, и это действительно оттуда идет все начало. Цирк дюсулей добавляет компонент шоу, добавляет историю в своем шоу. Значит, есть какое-то начало и какой-то конец. Ага. История строится во время шоу. И, в общем, есть какая-то, как говорится, continuity по-английски. Ну, то есть, как-то какой-то сюжетной линии, которая... Да, это сюжетная линия, да. Со всего представления. Вот. Русский цирк, по сравнению с этим, это именно представление профессионалов своего... своих... Как сказать... Ну, в своем деле. В своем деле, да. В своем деле. Здесь, можно сказать, идет шоу без истории. Ну, это куски шоу. Люди показывают свой профессионализм. Ну, все по очереди выходят и выступают. Да. И логические связки. Необыкновенные профессионалы. Русский цирк – это корень цирка, можно сказать. Серьезно? Да, конечно. То есть, в принципе, в Дюссалее к нашему цирку относятся с уважением. Конечно, конечно. Потому что у нас в цирке Дюссалей было очень много людей, которые начали в русском цирке. Есть много людей, которые ушли из Дюссалей в русский цирк работать. В цирке Дюссалей на этот момент работает около 25-30% русскоязычных артистов, акробатов и так далее. То есть, это выходцы из нашей школы? Да. Из наших цирковых училищ? Акробатики, спортсмены и так далее. Ага. Вот. Понятно. Ну, так почему тогда в цирке Дюссалей, ты в прошлый раз говорил, 27, по-моему, да, постоянных шоу? Да. Я не буду точно говорить именно про номер, потому что есть, про цифру, есть шоу, которые закрываются, шоу открываются и так далее. Ну, около 27, да. Ага. Из них сколько-то стационарных? Да. Из них где-то 10-11 стационарных. Ага. Потом есть, разбиваются на, скажем, арена шоу. Это шоу, которое происходит в такого типа аренах или театрах, как Кремлевский дворец или, скажем, Олимпийский. Ага. И есть шапито шоу. Это именно палатки, которые разряжают по всему миру и ставят шоу. Ага. Вот. Какие лучше? Я, честно, люблю... У меня есть любимые шоу, которые и там, и там, и там. Значит, есть необыкновенные шоу в Лас-Вегасе, конечно. В Лас-Вегасе стоит на этот момент, по-моему, около 7 шоу. Одно закрылось, но сейчас еще одно приезжает. По-моему, Майкл Джексон должен закончить свой тур в... Это название шоу? Да. Да, чтобы мы... Да. Должен закончить свой тур именно в Лас-Вегасе. У них там будет более продолжительное шоу в одном из театров. У меня есть любимое шоу, там два шоу, можно сказать. Это О, это одно из самых старых шоу цирка дюссулей в Лас-Вегасе, по-моему. Не, не одно... Ну, одно из первых. Это шоу, которое имеет необыкновенную сцену, водяную сцену. Это надо, конечно, видеть, словами это не описать. И есть одно шоу, которое не совсем цирковое шоу. Это более, я бы сказал, эротическое шоу. Да что ты! То есть у нас... Называется Зуманити, да. Вот это два моих любимых шоу из стационарных. То есть там цирка нет, одна эротика? Ну, там цирковая эротика. Что ты, слушай, ну это какое-то новое развитие цирка, мне кажется. Да. Цирковой порнографии нет, пока нет, ничего такого. Ну, пока нет. Вот. Потом из шоу Шапито, мое самое любимое шоу, это Варика, это которое было здесь с премьерой, скажем, цирка Дю Сулей в России. И из театральных шоу, я думаю, что это, скорее всего, Майкл Джексон, шоу, которое будет в России в ноябре. Начнется в Питере и закончится в Москве, насколько я знаю. то есть, такое большое количество, а сколько работает артистов вообще? Сколько? В цирке работает, я думаю, сейчас на этот момент больше пяти тысяч человек. А, но это не только артисты? Это не только артисты, это, конечно, весь, вся группа поддержки и артисты. Ага. Артистов, я думал, я думаю, около трех тысяч. Три тысячи артистов? Да. Хорошо, ну вот сейчас нам надо уйти на новости, а потом давай мы с тобой все-таки попробуем разобраться, что же позволило сделать такой успешный проект, да, взять у нас все самое лучшее, а зарабатывать деньги сразу в Канаде, а не в России. Новости. Ну вот, мы тут все про цирк. Говорим с Владимиром, бывшим экс-директором по маркетингу и электронной коммерции цирка Дюссалей. Интересный гость. Владимир, ну вот расскажи, почему вот на твой взгляд, да, вот наш российский уже теперь цирк, мне кажется, совсем коммерчески неуспешное мероприятие. Я не знаю экономику, да, там, цирка на Цветном или Вернадского, но судя по внешним признакам, финансовым успехом там, честно говоря, не пахнет, по большому счету. И что позволяет там, да, цирку какой-то там, в какой-то там Канаде взять у нас все самое лучшее, и сделать из этого огромную машину по зарабатыванию денег и доставлению удовольствия, при том, что они, конечно, там говорят, да, там, советский цирк крут, но советский цирк крут-то-крут, а что толку-то он? Ну, я тоже не могу комментировать про то, насколько это все. Да давай уж, жги, а, ну да. Ты был в пятницу в цирке? Я был в пятницу в цирке, да. Было прекрасное шоу, мне очень понравилось. Самое интересное, что зал был полностью забит. Значит, если зал был полностью забит, это значит, что уже дела нормально в цирке. Все места были забиты. Я думаю, разница между, скажем, цирком Дюсулей и русским цирком, это ж в России цирк придерживается традициям. Значит, можно сказать, мы сделали какую-то формулу, она для нас работает, и вот давайте работать по этой формуле, но будем приводить какие-то инновации не в шоу, но именно в номера. И там действительно идут инновации, и все остальное. Но шоу, шоу как шоу, оно остается традиционным. Шоу-шоу. Да какое там шоу-то? Я не вижу никакого шоу. Ты вот говоришь, что тебе понравилось-то, скажи мне. Ну, мне понравилось, мне понравились номера, мне понравились... У нас, кстати, в цирке Дюсулей животных нету. Тут были животные. С этим я не совсем тоже согласен. Но было интересно увидеть увидеть животных в цирке. Ну, понятно. Какой-нибудь морской охотик как хлопал ластами там 20 лет, вот так он и хлопает. Укротители львов. Да-да-да. Ну, я говорю, я как еще был маленький, все такие же номера выходят, там морской лев, давайте похлопаем, вот он похлопает. Ну, что я был там маленький, что я сыном сейчас скажу. Я не знаю, сменился ли лев, или все тот же. А про цирк Дюсулей. А про цирк Дюсулей, в цирке Дюсулей все время идет прогресс. Все время идет инновация, все время идет инновация не только в номерах, но в технологиях, в атмосферах и во всем остальном. Ну, вот мне кажется, вот в этом действительно глобальная разница. Здесь действительно идет фокус на, как я говорил, customer experience. Это впечатление зрителя. Впечатление зрителя. Перевожу чуть-чуть. Впечатление клиента, ну да, впечатление зрителя. Действительно идет очень сильная работа над тем, чтобы оставить человека с какими-нибудь эмоциями, потому что мы как бы красивее выразиться на русском языке, потому что эмоции и память это чем мы как бы живем. То есть, то останется с тобой потом. То, что останется с тобой на долгое время. Впечатление. И когда ты почувствовал какие-то эмоции позитивные, негативные и так далее, тебе хочется explore их дальше. Тебе хочется узнать, например, следующее шоу, какое будет следующее шоу, будут ли у меня такие же эмоции, будут ли у меня другие эмоции и так далее. Я хочу попасть опять в эту атмосферу. Мне интересно, что там будет. И в то же самое время работает эффект какого-то не страха, когда акробаты работают, скажем, наверху, люди находятся в этом... Я затрусняюсь сказать на русском языке. Ну, то есть, переживают. В переживании все это. И шоу «Цирка Дю Солей» оно постоянно держит людей в переменах эмоций, все время заставляет чувствовать что-то. Ну, вот, условно говоря, вот я как-то себя понимаю, вот работает «Жонглер». Я на бытовом уровне, я ни черта не понимаю в «Цирках», вот работает «Жонглер». Вот, допустим, наш российский «Жонглер» жонглирует десятью штуками какими-то. И в «Цирке Дю Солею» жонглирует десятью штуками. Вот наш будет упираться там, чтобы в следующий раз жонглировать одиннадцатью, а в «Дю Солее» будут упираться на то, чтобы он красиво жонглировал десятью. Чтобы он жонглировал с лампочками. Да, да, с лампочками, которые еще вгорели, да, чтобы у него был костюм хороший. Пусть это будет десять. Никто не будет его там мучить, и давай вот жонглируй одиннадцатью, чтобы быть лучшим. Ну да, что-то другое, что-то, к чему мы не привыкли. Ну да. Или все-таки их там мучить, и вот сложные номера. Вот сложность номеров в «Цирке Дю Солею» важна, или все-таки это не так. Важна сложность номеров. инновация идет именно от артистов в то же самое время. Идет какая-то инновация от креатив-директоров, арт-директоров, потом инновация в номерах именно в тяжести. Это общий эфорт. И, конечно, артисты цирка тоже выигрывают призы в Монте-Карло, на всяких фестивалях цирка и так далее. Это значит, что они делают что-то правильно, они действительно работают над тем, чтобы улучшать и шоу, и делать их более complicated. Ага. То есть более объемным, я тоже. Если бы ты завтра стал директором по маркетингу советского цирка, нашего российского, вот что бы ты делал? Что бы я сделал? Ну, это хороший вопрос. Давай, давай. Ну, ты же профессионал, что? Вот ты же специалист. Да, я думаю, нашим стоит подумать об этом, может быть, обратиться к специалистам, имеющим опыт. Ну, еще раз, я в то же самое время и креативный человек, но я в то же самое время и бизнес-человек. Это очень правильно. В зависимости от того, какие результаты сейчас у цирка. Но я бы, конечно, хотел бы видеть больше инноваций в цирке в русском, больше креативности со стороны шоу. Скажем, цирк на Цветном имеет прекрасное здание, имеет прекрасное location, venue, в котором можно очень много сделать интересного. Но это в то же самое время не работа маркетинга, это работа, конечно, креативных шоумейкеров. Я бы смотрел на это как со стороны шоумейкера, я бы создал более атмосферу какую-то сфокусированную тоже на эмоции. Сейчас цирк, русский цирк сфокусирован на детей, на детские чувства и так далее. Если можно, если закрыть этот гап между взрослыми и детьми, скажем, взрослые ходят в цирк, потому что они хотят вспомнить, как было в детстве. Или они хотят пойти в цирк, потому что просто не видели никогда это. Ты знаешь, взрослые ходят с детьми. Или взрослые ходят с детьми. Я не знаю взрослых, у которых была бы идея взять и со своей девушкой пойти просто в цирк вдвоем, двум взрослым людям без детей. Это мне кажется как-то странно даже. Не знаю, может это я такой, но я сейчас не припомню, что кто-нибудь там просто взял и пошел в цирк без детей. Но если сделать из него действительно шоу и делать постоянно какие-то апдейт или новые шоу, скажем, каждый год с какой-то своей тематикой или каждый сезон с какой-то своей тематикой или просто представлять несколько шоу с разной тематикой, но, скажем, в то же самое время разделить как-то по дням. Есть много возможностей. Есть много возможностей создать атмосферу вот именно этих чувств, создать атмосферу инновации, работа со светом, работа со всей атмосферой, работа с чувствами. Ну, а ты был на других шоу вот у нас в России, на концертах или еще что-то? Есть у нас в принципе такой экспириенс? Я уже перешел в то, что есть у нас такой опыт вообще в целом, да, в стране, который можно было бы к цирку применить? Или ты не очень похож на работу? Есть, конечно, есть. И это заметно и по телевидению, и это заметно на шоу. Конечно, есть. Есть очень талантливые люди, есть талантливые, есть хорошие концепты, есть что делать. Но еще раз, традиция цирка в России это традиция. И хочет ли цирк изменить себя или не хочет, или надо ли им это, это уже другой вопрос. Вряд ли не хочет. Я не знаю, мне кажется, то, что ты называешь традицией, больше можно назвать там, ну, просто какой-то неспособностью или нежеланием меняться, или страхом изменения, или что-то такое, как в любом случае во многих сферах происходит. Возьми любое предприятие, завод какой-нибудь, который работал и работает, и поменять там. Это же вопрос принципиального, да, кастом-ориенте, такой фокус совсем другое, фокус не на качество номеров, а на качество впечатлений, которые ты производишь. А это же, от этого все зависит, начиная от и сам номер, и мягкость сидения на котором ты сидишь. Это все, комплексный же подход, правильно? Почему мне тоже не очень понравилось последнее шоу, точнее, ну, может, мне понравилось Дюссалей, которое было здесь в Кремле, да, но первое было, которое в Шатрах, да, которое в Шапито, когда атмосфера начинается вот здесь, да, ты же только пришел, начиная с девочек, которые билеты проверяют на входе, да, сама эта зона необычная, там, перед входом на арену, все это, ну, уже ты начинаешь уже, да, вот театр начинается с вешалки у нас, говорят, конечно, впечатления начинаются уже здесь, а в Кремлевском дворце этого нет, ты приходишь там, ну, понятно, там. Ну, шатер, шатер это совершенно другой опыт и тоже своего рода своя атмосфера, в которую, которая действительно начинается именно с входа. Да, я не могу не согласиться, что действительно у цирка на Цветном, действительно отличное здание, там, наверное, все технически очень хорошо сделано. Так, у нас начинают приходить вопросы здесь, да, я повторю, еще раз возможности связи с нами, телефон прямого эфира 495-6510-99,6, сайт Финам.фм, на который вы можете звонить и оставлять свои сообщения, либо, соответственно, вы можете на номер 5533 присылать свои вопросы или комментарии, с буквы Я должно начинаться ваше сообщение, потом вы пишете пробел и потом задаете ваш вопрос. мы сейчас идем на новости, а после новостей вот я здесь смотрю на вопросы, которые присылают, вот люди беспокоятся за судьбу артистов, которые выступают, да, насколько сложно там попасть, а потом вот предполагают, что из них все соки выжимают, платят им мало, да, чуть что списывают их в тираж, там, и так далее. Вот, Владимир, подготовьтесь к этому непростому вопросу, а мы пока послушаем новости, да, делаем так, продолжаем разговор, зато на цирке есть дрессированные собачки, да, в Девчале нет дрессированных собачек, точно, и так, парочку вопросов зачитаю из тех, которые уже приходят, Илья спрашивает, скажите, а как вообще проходит набор в цирк, кто отбирает номера для представителей, существуют ли стандарты в каждой стране или в каждой стране выбирают там на свой вкус, откуда берутся артисты? Значит, насколько я знаю, это не моя профессиональная деятельность, набирать людей, но что-то я об этом знаю, и что я могу сказать, это я знаю, что цирк делает кастинг, который проводится, да, отбор в разных местах в мире, эту информацию можно получить на циркдесулей.ком, только там вы можете получить эту информацию, когда и где будет проводиться отбор и что именно цирк ищет в это время. Это, это если говорить про артистическую деятельность, там, про спортсменов, акробатов, про клоунов и так далее. Сложно попасть, или ты не знаешь, насколько серьезный отбор? Ну, отбор, конечно, идет очень серьезный. Во-первых, идет сначала отбор, потом отобранных людей привозят в Монреаль, где происходит тренинг своего рода, обучение, создание номеров или отработка нынешних номеров, и после этого идет уже финальный отбор, кто куда на какое шоу поедет или будет делаться другое шоу. Понятно. И второй момент, вот, как следствие из этого, Ирма спрашивает, а выгодно ли быть цирковым артистом, выступать в цирке Дюсалей? Понятно, что организатор и устроитель на этом неплохо зарабатывает, хотя вопрос, сколько зарабатывается и есть ли разница по заработку в разных городах. А сколько имеет на карман тот же самый жанглер? Он получает только за определенное шоу или у него фиксированная зарплата, независящая от количества поступлений? Насколько я знаю, артисты получают за шоу, сколько именно я вам сказать не могу. Есть разница, или ты работаешь на шоу, которые передвигаются, или ты работаешь на стационарных шоу. Цирк предоставляет всевозможные бенефиты для своих рабочих. Если это передвижное шоу, значит, с ним ездит и школа, и оплата всех. Какая школа? Школа для детей. Цирковые семьи, когда есть, обычно вся семья ездит. Если едут дети, для тех же детей не обязательно принимают ли они участие в шоу или нет. С ними ездят школы, учителя, свои столовые, жилье оплачиваемое и так далее. И когда шоу стационарное или когда атлеты или артисты живут в Монреале, им предостаётся тоже жильё, им предостаётся какие-то расходы и так далее. Именно точно сколько я не могу комментировать. Ну а вообще как быть действительно артистом цирка Дюссалей это выгодно? Действительно люди выскооплачиваемые или нет? Ну в среднем я не знаю. Всё, я честно сказать, я не знаю. Я знаю, что например характерные артисты, если у вас какой-то уникальный характер, образ какой-то, эти люди получают обычно больше. То есть есть звёзды, я хотел спросить тоже, есть отдельные. Есть звёзды. А так, так действительно я не могу точно вам сказать сколько, что и так далее. Но я знаю, что очень много бенефитов, я знаю, что очень много людей хотят работать в цирке. Неважно на кого. Ну наверное тут не столько из-за денег, сколько из-за славы, сколько из-за бренда, сколько из-за желания в этом попробовать себя. Цирк Дюссалей это своего рода белая карточка. Белая карточка, которая открывает дорогу почти везде. Даже если вы хотите пойти в хороший там, скажем, ночной клуб, и вы предоставите карточку цирка Дюссалей, обычно имеется какой-то респект, потому что это шоу-бизнес, потому что... Ну понятно, что ты работал на самом высоком уровне организации труда, да, постановки и так далее. А режиссёры цирка Дюссалей, понятно, что у каждого шоу видимо есть свой режиссёр, который всё это дело режиссирует. Ну вот это, насколько... Вот это, наверное, вообще там условно высокооплачиваемые люди, дорогие люди, которые... которые всё и зависят. Да, это, значит, есть у цирка свои режиссёры, и есть режиссёры, которые работают с ними по контракту. Есть, скажем, известные режиссёры, которые работают с цирком над некоторыми шоу, в зависимости от какого шоу, в зависимости от концепта и так далее. Я понял. Хорошо, слушай, у нас есть звонок нашему российскому эксперту. Эльдар Бакеев у нас на линии, генеральный продюсер Евро Интертеймент, и, если я правильно понимаю, Эльдар имеет очень хороший опыт организации вот такого бизнеса в стиле шоу у нас в России. Вот мне бы хотелось его мнение услышать, почему у нас, да, вот разницу между нашим шоу-бизом в этой сфере и западным подходом. Эльдар. Да. Да, доброе утро, Эльдар. Спасибо, что вышли в эфир. Жалко, что не доехали до студии, а мы бы вас здесь с удовольствием тоже повидали и в студии. Ну, вот хотелось ваше мнение узнать, да, разница в подходах. Почему нам не удается сделать такой масштабный бизнес-проект, каким является цирк и у солей, несмотря на то, что у нас цирк совсем не хуже, а то и лучше, говорят специалисты. Ну, если мы говорим только о цирке... Ну, давайте о нем пока. Ну, конечно, здесь подход и подход именно с точки зрения шоу-бизнеса, потому что, в данном случае, не случайно вы и я употребляю этот термин, потому что на Западе это бизнес серьезный, с серьезными вложениями. И Тербер Селевец, посмотрим его историю, он очень сильно был связан с финансами, с финансовой помощью, с очень серьезным маркетингом, исследованием. и, самое главное, с очень серьезной пиар-составляющей. То есть, этот цирк всегда отличался тем, что они всегда объясняли заранее зрителям, что же их ждет. Они их интриговали, они всегда это делали и делают. Поэтому зрители уже приходят подготовленные. Вот. А дальше, ну, если говорить только о цирке, мне приходилось делать цирковые шоу в Москве, я очень много лет делал китайский цирк. Да, я знаю, я читал, да, вашу биографию. Вот. Я привозил китайский цирк, который назывался Кробатийское шоу «Лебединое озеро». Так. Вот. И была такая интересная деталь. Ну, просто мне случайно позвонили люди по телефону, стали звонить в один день очень много людей и спрашивали, не я ли привожу каких-то там танцующих лягушат. Танцующих маленьких лебедей. Вот. Я после пятого звонка я решил все-таки узнать, о чем уже идет речь, потому что это показали по телевизору. Я узнал, что была премьера в Шанхае нового шоу, которое было сделано на музыку Хельковского называлось «Лебединое озеро». И вот там одним из элементов это было, когда акробаты на руках танцевали «Танец маленьких лебедей». Причем они танцевали как в персонажах лягушат и так далее, и так далее. И они делали это очень смешно, очень с нашим менталитетом, когда мы воспринимаем «Лебединое озеро» то с восторгом, то с опасением, да, в зависимости от контекста и теоретического. Вот. Это было очень оригинально, остроумно, и это было очень живо. Понимаете? Я понял, Эльдар. Ну, то есть, действительно, сторона шоу важнее. Ну, а что с нашим-то цирком? Вот если все-таки про цирк мы говорим. Почему наш цирк не превращается в такой? Или ему не надо? Владимир говорит, что у нашего цирка есть традиции, и мы их чтим специально, да, не отвлекаясь на всякие там шоу-не-шоу, да, концентрируясь на качестве номеров. Это осознанная политика или нет? Но ведь не сравнить действительно шоу, то, что ты видишь на Цветном и тот же китайский цирк или цирк Дюссалей. Ну, почему? У нас есть хорошие номера, у нас есть хорошие представления, они в рамках традиционных. Единственная проблема, на мой взгляд, что наше шоу все-таки ориентировано на детей. И это мнение, оно очень устойчиво, и вот его переубедить людей, что в тык могут ходить взрослые люди, как это делают во всем мире, как это делают в Европе, да, как это ходят, как люди ходят в Монте-Карло, да, с хорошей одеждой, там, они ходят на премьеры и так далее. Вот это самая главная задача, что нужно делать встановке для всей аудитории, для взрослых в том числе. Хорошо, спасибо большое, спасибо большое, Ильдар, что вышли с нами на связь. Действительно, Владимир, вот один из вопросов, в том числе, который нас зритель, ой, зритель, зритель нашего шоу задает, слушатель нашей программы, Ильдар спрашивает, наш московский цирк, это как история страны, знакомая для каждого ребенка, вот как раз, да, в Торе, тому, что говорил Ильдар, и сводить детей, даже маленьких, всегда было каким-то особенным событием, а я вот сводил своего ребенка четырех с половиной лет на Дюссале, ему не понравилось, в отличие от цирка на проспекте Вернанского, в Дюссале, можно ходить с детьми лет от шести-семи, несмотря на это, в нашем цирке ему интересно, да, вот ребенку, вот хочу спросить, действительно ли так, на какую возрастную группу ориентировано представление Дюссале? Это действительно так, мы, цирк Дюссале, мы, мы, не был ориентирован на маленьких детей, это, это, цирк, это шоу, которое, люди, может, с какого-то, я бы сказал, там, да, с шести и выше, когда есть какое-то восприятие, когда есть какое-то чувство, понимание, что происходит, тогда, конечно, легче. Ну, как невозможно снять фильмы детские и взрослые, там, условно говоря, одновременно, и для четырехлетнего ребенка, и для взрослого, как невозможно театральное представление, наверное, поставить, и для четырехлетнего ребенка, и для взрослого, также, наверное, и цирковые представления, действительно, ориентированы на разного, на разные возрастные группы, и, наверное, Это действительно правильно А почему российский цирк работает на детей? Я никогда об этом не задумывался Вот сейчас действительно это произошло Еще раз, традиция работы на детей Я думаю, что здесь С какой-то стороны это правильно Потому что это закладывает в детях Еще раз, тот же самый экспириенс Какие-то чувства и так далее Опыт, впечатление первое Которые, да, которые или Вырастают, идут дюссалей За новым экспириенсом Но всегда Всегда людям хочется вернуться К своим предыдущим чувствам И вот, может, они идут еще раз в цирк И еще раз повторяют и так далее Но Они, я не думаю, что совсем то получают Те же самые эмоции, которые Они получили в детстве Вот Я думаю, что У нас в цирке дюссалей У нас, еще раз В цирке дюссалей есть шоу для детей Которое больше сфокусировано на детей И это шоу находится в Флориде В Disney World В Disney World В Disney World есть Дюссалей Специально в Disney World Я забыл Шоу называется Ля Нуба И оно более Оно более сфокусировано на детей А также оно нравится и родителям Оно такое общее, можно сказать Очень позитивное, хорошее, приятное шоу Ну, я думаю, что, конечно, надо оставлять вот эту вот традицию для детей Но в то же самое время можно ориентироваться и на взрослых Оно не мешает Оно не мешает В том же самом месте делать Или Два шоу Или три шоу Вы как маркетолог Прекрасно понимаете, что рынок сбыта Конечно Гораздо более широкий Если ты делаешь представление не только детям Но и взрослым Ты можешь заполнять Залы в том числе и взрослыми людьми Это действительно бизнес Но не значит, что бизнес должен быть Что если это бизнес, значит, это плохое шоу Так наоборот Если плохое шоу, оно не будет бизнесом Вот-вот Это одно идет с другим сейчас Хорошо, спасибо большое Послушаем новости И еще тут будут интересные вопросы от наших радиослушателей Завершающая часть нашей программы Говорим про цирк Дюссалей И вообще про бизнес в стиле шоу как таковой Напомню, последний раз Телефон нашей студии 495-6510-99-6 Пожалуйста, можете звонить Если есть что сказать Ну, либо продолжайте Представить вопросы На 5533 С буквы Я начинается сообщение Пробел после Я И поехали все, что хотите сказать Или спросить нашего гостя Владимира Пожалуйста, присоединяйтесь Зачитаю несколько вопросов Которые нам приходили Виталий спрашивает Скажите, а кто конкурент у Дюссалей вообще в мире Китайский цирк Есть ли вообще цирк, который может оттянуть аудиторию Дюссалей Или какие-то, да, вот такие же предприятия Которые растут и которые действительно могут составить конкуренцию На этот момент я не думаю, что есть конкурент у цирка Дюссалей Потому что это действительно уникальная организация У которой тяжело найти конкурента Есть в некоторых сегментах В некоторых моментах, да, есть какая-то конкуренция Но Я не думаю, что это работает против Это работает наоборот на плюс Почему? Значит Ну, потому что люди должны видеть, что происходит И могут для себя сравнивать И цирк Дюссалей, это достаточно уверенная в себе организация Которая может сказать, да, мы лучше в том, что мы делаем Да, можно сказать, что и китайский цирк В каких-то вещах и русский цирк Есть Есть некоторые директоры со своим шоу Которые, например, в Лас-Вегасе имеют шоу Есть некоторые люди, которые ушли из цирка Дюссалей И начали свои шоу Но как организация Я бы не сказал, что кто-то мог Дать достойный компетен И не видно ничего такого На горизонте никто не появляется Но в то же самое время шоу-бизнес Это очень такой открытый маркет И всегда может что-то случиться И кто-то выйдет Кто-то может появиться Кто-то может появиться, да У цирка Дюссалей есть тоже Я не знаю, как это сказать точно Партнер Есть меньше цирк С которым, можно сказать, вместе работает Тоже Мореальский цирк называется Цирк Луаз Они работают в партнерстве Но Цирк Луаз это более молодой цирк Который рассчитан на более молодых людей На более молодой таргет И по финансам он, конечно, тоже дешевле А в чем разница? Что значит цирк таргетированный Больше ориентированный на молодую аудиторию? Что это? Не то, что даже на молодую аудиторию Это более как Это как цирк Дюссалей Только в его начинании В старом Это более, скажем Если ты чувствуешь Когда ты приходишь в Цирк Луазе Что это уже что-то эстаблощит Ну уже действительно машина большая Да, что это машина Значит цирк Луазе Это более такой Театр-современник Вот Тоже, который ездит по миру И есть достаточно интересное шоу Но он меньше Пользуется старыми палатками Цирк Луазе Да? Да Понятненько И также Ну ценник И качество атмосферы Чуть другое Я бы сказал Вот Понятно Вот здесь были вопросы Еще все связанные с финансами А дорого ли вообще Вот сколько стоит шоу Цирка Дюссалей Вот сколько стоит привезти И поставить палатки в Лужниках Ну шатры Да? И провести все это шоу Ну шоу стоит по-разному Если привозить шоу Да, это стоит конечно неимоверных денег Потому что логистика Включает себя в тот же маркетинг И так далее Есть Это по-разному В зависимости от Исследований Маркетом Цирк смотрит И Работает по особой формуле Зависит От Насколько Цирк известен В этом маркете И так далее Именно Именно в финансах Сколько это стоит Я сказать Вам не могу На этот момент Оно по-разному Все по-разному Есть шоу Которые стоят От Скажем Мы говорим От десятков миллионов До сотен миллионов долларов Есть провальные проекты Есть шоу Которые не собирают Есть страны В которых не собираются Есть Есть провальные проекты Один из них Проект Который Был В Нью-Йорке И в Чикаго По-моему Он тоже играл Я даже затрудняюсь Сказать Как он назывался Но Есть конечно Провальные проекты Но Все учатся На своих ошибках И пытаются Не повторять Россия Традиционно Самая небось Колбасная страна Там Небось Зашибаются Деньги Как обычно Самые большие Ну Не совсем Это один из Да Из лучших маркетов Но Еще раз Цирк Дюсулей Он известен Мире Он известен Мне Тебе И так далее Но Не обязательно Он известен Всем Так что Тоже Должна провестись Особая работа Чтобы Обучить Будущего зрителя Что это такое Как это Но Рост идет Конечно А в России В каких городах Только в Москве Или в Питере В России Были представления В Москве В Питере И в Рязани В Рязани Да Почему Рязань Была достойна Такой чести Ну Какие-то Особые Взаимосвязи С Рязанью Я Я Не Я не Принимал Участие В организации Этого шоу Но Действительно Ведь в России Огромный рынок Если уж Вы привозите Сюда Представление Ну Вы Я Тоже Несмотря на то Что уже два месяца Там не работаешь Есть же Новосибирск Екатеринбург Тут можно Специальные Нескотруб Только по России Запускать Ну Это все Еще раз Это все Вкладывается В логистику И сколько И какие Можно иметь Доходы От этого А почему Скажи пожалуйста Вот Логичный Как раз Вопрос Приезжая в Россию Представление не проходит В том же В московском цирке Почему нельзя Сделать представление На арене Или это вопрос Конкуренции Наши никогда не пустят Я затрудняюсь Ответь на это Но я думаю Конечно Что да Это есть какой-то Может конфликт Интерес Ага Но это было бы Прекрасно А ты говоришь Что не особо Наши были рады Наш цирк От прихода Дюссалей Вообще в страну Ну Не особо рады Не совсем точно Но были Какие-то затруднения И Ну Все Все решилось Ага Я понял Ну Пару смс Которые даже Не столько Вопросы Сколько комментарии Денис Пишет Был в Вегасе На шоу К И шоу О Я не знаю Что это Не был Смотрел Это феноменальные Высокотехнологичные Сверх шоу Жаль Что у нас Такого нет Мы слишком далеко Отстали А вот Комментарии Дениса После Двух шоу И дело видимо не в том Что у нас какие-то там Технологии Старые А просто мы действительно Это Шоу К Люди 40 минут Выполняют акробатические Номера на вертикальной Поверхности Какие морские котики Жанглеры Да Действительно Там необыкновенная Сцена Очень технологическая Которая Раскручивается По всем Сторонам Интересная Инновация В технологиях Обалдеть Че вытворяют Че Только бы Наши деньги С вами собрать Карина спрашивает Десалей планирует Свои приезды Заранее Назначает Даты заранее А если кто-то в этот момент Привезет Мадонну Или еще какую-нибудь звезду Которая стадионы соберет Нет ли противоречий С другими организаторами Ну вот Да То есть если в этот момент Какие-то шоу Направлены на других Ну на ту же самую целевую аудиторию Но на В другой сфере Нет Ну нет Я Такого не чувствовал Никогда я не видел Во-первых Шоу Цирка Дю Соли Они не проходят День или два Они Остаются Или на несколько недель Или даже месяц Вот И Я Я Я Такого никогда Не Не чувствовал Не было таких комментариев Такого не было Возвращаясь Вот к твоей работе Вначале Не спросил А хотел спросить Вот мерчендайзинг Да Все что Продается Сопутствующим образом Насколько это большой бизнес Это достаточно большой И очень важный Бизнес для цирка Потому что это своего рода Гивауэй Это Что-то с чем люди уходят Именно физическое Ага Будет ли это брошюра Будет ли это книга Или красный нос Ага Человек Это Я бы сказал Не огромный процент бизнеса Но это очень хороший Вспомогательный процент Бизнеса И всегда Приятно Людей оставлять с эмоциями Плюс с какой-нибудь Побрякушкой Ну То есть это все-таки Больше для бизнеса Или больше для маркетинга Это оба Это и для бизнеса И для маркетинга Потому что есть огромный Мы видели огромный потенциал в этом Во время шоу И после шоу Люди действительно хотят Оставить себе Кусочек цирка Ага И даже после шоу Скажем Те же самые продажи На интернете И так далее Тоже очень Мы видели Очень хороший рост в этом И было Люди заинтересованы Покупать продукты цирка А вот Говоря про Действительно Электронную коммерцию Которой ты непосредственно занимался Это что Включает Электронная коммерция В себя включает Продажи билетов И продажи мерчендайзинга На этот момент Более 70% Продаж билетов В цирке Происходит через интернет Это за За 400 миллионов долларов Вот Раньше такого не было Ну Раньше билет Ну Раньше Как мы говорим Раньше Раньше Билеты Люди приходили На шоу Покупали билеты Но сейчас Мы им даем Шанс Заранее Купить билет И мы готов Мы готовимся Сами по себе Заранее Чтобы Знаешь что будет Сколько людей придут И так далее Это дает Больше Открывает больше Аппартурии Из возможностей И для шоу И для качества Шоу И для людей Самих Подготовиться К шоу Я понял Вот Илья спрашивает Вот только что Пришел вопрос Интересный Сейчас Просто все Пытаются Коммерциализировать Любой проект Клоун Карандаш Вы вот Судя не национальным Героем у нас Вот не знаю Владимир Знаете ли вы Клоуну Карандаша Нет Ну это такой Древний Действительно Один из первых Героев наших Клоунов Советского Цирка Как в свое время Там был Никулин Вот действительно Были героями Люди Которых Там Узнала вся Страна Не знаю В цирке Дюсалей Есть Персонажи Которые Действительно Имеют Национальную Известность Есть Персонажи Как персонажи Не именно Люди Как люди Потому что Это 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 Общая Работа Это Цирк Пытается Не давать Кредит Какому-то Одному Человеку Дать кредит Всей группе Ну понятно Вам не выгодно Воспитывать звезд Точнее Но это Да Быть завязан На звезду Наверное В заключении Бизнеса Не очень правильно Ну не знаю Хорошо Интересный Получился разговор Жалко что Хотя давайте Может быть Новости не будем Пускать А мы еще поговорим Пять минут А нет Нельзя Ну ладно Владимир Спасибо вам большое Что были у нас На программе Интересный Получился разговор Через неделю Услышимся Пока Дмитрий Левицкий Сфера обслуживания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому